Завтра в Минску открывается международная выстава «Белагра-2021». Среди ее удельника в Бодзе и Гомель Держплем предприемства. Господарка примет дело в конкурсе «Лепших племенных живел». В общем, для них любая встреча с незнакомыми людьми – в значной ступени стрессовая ситуация. Но перед отправкой на выставу предприемства наведали наши корреспонденты. За больше 90-х годовую историю, это предприемство носило разные назвы. Вот им леку контора по нарыхтуцей сбытия племенной живелы и коней и абл плем объяднанья. А пошне 20-ти годзе гэта республиканская сельская спадарша «Гомель Держплем предприемства». Его филиалы размещаны на территории усей в области. Наша здымочная группа наведала комплекс у поселку Калинина, где знаходятся племенные быки. Живелы в агой до тысячи килограммов до людей, звычайно, относятся не вельми дружелюбно. Нават живеловодам, які з ними працуют, лепш не страчвать уважливости. Работников нават выбирають у залежности от характеру живелы. Коли человек ей не подобается, взаиморазумения не буде. Самое главное – его не бояться, потому что они чувствуют страх. Когда его не боишься и с ним аккуратно все, то и он начинает тебе слушаться. Есть спокойные быки, есть буйные, каждому нужен свой подход. Головная задача «Гомель Держплем предприемства» – «Кали казать просто дочек гэтых быков». У молочной лаборатории предприемства «Штудень» анализует до 6 тысяч проб от коров, які знаходятся на улику. Теоретично на дое могут складать до 12 тонн молока. Але пакуль гэта больше пожаданні. На сегодня только каля тысячи голов могут дать до 10 тонн. И усяго от пяти коров у Гомельской области отримливают до 15 тонн. Основные причины – неотповедный догляд и проблемы с кормами. Какое есть молоко такое, и мы выдаем результаты. Бывает, да, там низкий процент жира, например, либо высокое количество соматических клеток. Сыро сужасных проблем сельской господарки не дохоп специалистов отповедной квалификации. В учебу зоотехникам и ветеринарных урошоу работники Гомель Держплем предприемства проводятся постоянно. Нельзя казать, что у господарках не жадают прислуховаться до парата, але пакуль для досягнения пожаданного необходно саправды шмат працавать. Починаючи от выражения у районных кадровых питаний. У одних из подарков не хапая специалистов, у інших их профессийная подрыхтовка не отповедая с ужасным потребованием. Есть районы, у которых молодые кадры. Сейчас современно приходят и студенты, приходят и просто люди, которые хотят работать. Но есть районы, у которых желательно бы кадры, скажем, омолодить. Старые, проверенные, работают хорошо. Но, к сожалению, бывает сложно переучить человека, лучше научить сразу нового. Где-то какие-то нюансы в работе, конечно, есть ошибочные. Поэтому пытаемся научить, исправить, чтобы у нас положение в области исправилось. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».